Здравствуйте, дорогие друзья! Я решил немного поднять вам всем настроение очень необычным обзором этим ведром с болтами на быстрых ножках. Это у нас новейший робот Blitz с интересной способностью. На 8 секунд при включении способности он ускоряется, имеет неплохой энергощит, но сносится, например, двумя выстрелами спектров на шоктрейнах мгновенно. Ну и напоминаю, 8 секунд у него ускорение, да, он может быстро бегать, пока работает спецспособность, соответственно. Плюс он еще производит 3 выстрела на довольно короткую дистанцию, что снижает урон у робота противника при попадании. Максимально попадал в 3 или в 4 противников, которые стояли большой кучной группой и снижал у всех урон на короткое время. И вот необычный обзор, я поставил на него, не поверите, сами видите, 4 лазера, 4 гепка МК-2. Это оказалось серьезной кусачей и очень злой сборкой, друзья. Очень злой. И сейчас в этом обзоре я докажу. Учитывая феноменальную маневренность и скорость этого робота, эта сборка, она может на самом деле на больших картах быть крайне неприятной для противника. Стреляет сборка на 1100 метров и самый главный недостаток этого маленького злого кемпера, это и маленький рост робота, да, то есть мало ключевых позиций интересных для ведения огня. Ну, для этого есть скорость у него, и это компенсируется его скоростью тем, что он очень быстро бегает и меняет позиции на выгодные для него и удобные. Самое главное, своевременно включать ускорение, чтобы появился энергощит. Ускорение позволяет быстро спрятаться и сменить позицию. Там два злых спектра сейчас прячутся на шоктрейнах, и я считаю своим долгом выбить их с этого рубежа, и надеюсь, сейчас моя команда мне поможет. Итак, вылетаем, три спектра выскочили, выстрелили меня, да, значит энергощит от энергоурона походу помогает, потому что сначала они сняли у меня энергощит, а потом они уже непосредственно нанесли мне урон по хп. Ну, и плюс вмешались ребята с моей командой, молодцы, рандомцы, и помогли быстренько сжечь трех спектров противника. Я продолжаю здесь выбешивать врага точными уколами лазерных лучей. Значит, запоминаем момент, правильно, друзья, что энергощит защищает от энергоурона. Но сам по себе энергощит достаточно небольшой, поэтому не стоит слишком на него надеяться, а больше надо надеяться на ноги. Как в мультике, да? Крылья, ноги, а главное хвост. Продолжаем бегать и бесить противника точными уколами, постоянно меняя позицию. Вот что не может себе позволить кемпер, так это, как правило, быстро бегать. Так этот кемпер вот себе может позволить просто быстро перебегать с одной части карты на другую. То есть я непрерывно просто двигаюсь и постоянно стреляю в противника, особенности неприятные это для спектров. Я вынуждаю тратить их способность применять прыжки со стелс режимом. И пока они после этого прыжка прячутся, прячутся, они теряют время, пока восстанавливают способность. А секунды тикают, а мы сейчас три маяка защищаем. Соответственно, инициатива по времени за нами. И на этой волне надо, соответственно, выиграть бой. Ну и плюс, конечно, лазеры всегда показывают красивый, футуристический такой геймплей. Прям звездные войны у нас получается. Учитывая, что сам по себе робот, если масштабировать его, да, он достаточно большой, где-то 2,5 этажа. То есть он в высоту примерно 7,5-8 метров. Ну все роботы, да, вар робот, они все большие и пилотируют их пилоты. Делает, конечно, геймплей лазера очень красивыми. И я продолжаю двигаться на неприятный фланг для противника. Я справа фланга играю, чтобы все возможные свободные вектора оставались открытыми. И я мог своевременно стрелять в выбранную цель, быстро просто наведя прицел. Промахи не страшны. Сами видите, что оружие ГЕКО, лазеры, очень быстро автоматически дозаряжаются. Ну и наносят большой урон. Не забываем, что в свое время был нагрев у них. Я думаю, что это свойство осталось, чем дольше лазеры бьют. По цели, я думаю, что нагрев еще добавляют урон. И если эту функцию не убрали еще разработчики, я, честно говоря, не буду врать. Точно, 100% вопрос не изучал. Но раньше, чем больше лазеров, тем больше шел нагрев цели, соответственно, шел больше урона. Но они и так жарят страшно просто. Я не думаю, что намного слабее данный тип урона идет, чем флаксы. Ну, может быть, в полтора раза слабее. То есть, это, в принципе, соответствует примерно двум флаксам эти четыре лазера и достаточно сильно жарят. То есть, мощный урон. Посмотрим в конце стату, смогу ли я пробиться на этом занимательном роботе. И на этом занимательном вооружении для него очень нестандартно, потому что все сразу его используют в ближнем бою. И, как правило, в ближнем бою он как свечка горит, потому что стелс-режима его нет. А вот на таких необычных дистанциях, я сейчас самую дальнюю показываю кемперскую у него сборку, он может работать от 800 метров и до 1100 метров. Попробуйте попасть в такую блоху с такого расстояния. Учитывая, что очень быстро движется робот и имеет хорошие характеристики по скорости. Вот я сейчас показываю вам минусы, друзья. Низкий довольно рост робота не дает ему попадать с некоторых позиций. Но это не страшно, можно быстро переместиться, сменить позицию. Самое главное уметь быстро прицеливаться, читать бой, читать ситуацию на карте и выявлять быстренько себе цели, наводиться и быстренько наносить по ним урон. То есть быстренько соображаем. Спектров стало вообще легко валить, они через 2 секунды выпадают со стелс-режима и сжигаются просто как свечки со многих типов вооружения, друзья. Ну, собственно, все. Заканчиваем мы этот бой на этом моменте, друзья мои. Я с вами прощаюсь, мы с вами увидимся в новых обзорах. И сейчас посмотрим на стату, сколько удалось набить. Занимаем первое место, друзья. До новых встреч!